доброе время суток с вами в эфире программа азия большая игра и я ведущий давид эдельман а еще со мной мой постоянный соведущий который часто просто не приходит так сказать халтурит а злой киргиз александр ронкин александр вам слово злой киргиз просто бывает занят все другими делами но я приношу свои изумения постараюсь бывать части а пока я хочу напомнить нашим зрителям что чтобы они подписывались на канал это он тв единственный независимый интернет канал по-настоящему на всем пространстве русскоязычного интернета и что хочу попросить наших зрителей подписываться также на моего личного спонсора анимационный канал канал анимационных фильмов одноглазая муму ссылочку на одноглазую муму вы можете найти прямо под этим видео нажать на эту ссылочку зайти подписаться и нажать на колокольчик и будет нам всем счастье и много минут хорошего черного настоящего юмора вот такое вступление а теперь давайте перейдем к теме ради которой мы здесь собрались вы собрались мы здесь потому что с нами азербайджанский депутат политик член азербайджанского парламента миджлиса россим усабеков здравствуйте россим здравствуйте я смотрю но ленте новостей постоянные сообщения армения сообщает что азербайджан атаковал армению азербайджан сообщает что армения атаковал на границе азербайджан что происходит ну я думаю что атаковал это большое преувеличение после того как завершилась вторая карабахская война осенью прошлого года длительное время мы видим армяне в шоке были от поражения в общем и по линии границы и в самом карабахе но где еще остаются армяне где российский миротворческий контингент развел было очень тихо то есть никто никуда не стрелял никаких инцидентов не происходило но помимо тех к сожалению несчастных для большинстве своем азербайджанцев хотя есть единичные случаи связанные с армянами и с российскими миротворцами когда люди подрывались на оставленных везде минах ну примерно 30 человек погибло в азербайджане и свыше ста человек получили тяжелые ранения но перестрелок не было ну а сейчас видимо армяне от шока отошли этого поражения и пытаются изображать из себя способность какому-то сопротивлению к якобы азербайджан захватывает армянские территории хотя по существу армяне до сих пор удерживают одну деревню это на границе нахтеванию кирки азербайджанский эксклав который был оккупирован еще в 90 30 лет тому назад и семь деревень на территории казахского района и в общем общая площадь этих оккупированных азербайджанских эксклавов примерно 120 125 квадратных километров был и армянский эксклав башкян так называемый площадь которого это примерно 30 квадратных километров армяне говорят давайте обменяемся их склавами а граница пускай будет там где мы этого хотим они привыкли за 30 лет хозяйничать на азербайджанских территориях так как хотели после скот вырубали лес высаживали пшеницу в общем они хотят что все было так как им хочется вот так не бывает азербайджан по всей линии границы выходит на те линии которые были определены в картах генштаба советского союза еще 1974 75-х годах и это армянам не нравится они заявляют о том что вот такая близость азербайджанских пограничников пугает армянское население о том что оттуда было изгнано азербайджанское население им безразлично что те деревни которых сегодня армяне которые пугаются азербайджанских пограничников до начала как конфликта были населены азербайджанцами которых оттуда изгнали этой деревне ну и гиадеи на границе этой деревне шагнулась на границе этой зод деревне которые они сейчас переименовали но это были населенные пункты которых жили абсолютно азербайджан сейчас там армяне которых пугают присутствие азербайджанских пограничных но у нас нервы крепкие, и если будут стрелять, то получится, как говорится, ответ с избытком. Вот и все, что я могу сказать. Расим, у меня два вопроса, если можно. Первый, Евросоюз говорит о том, что для начала переговоров стороны должны отступить со спорных территорий. Что имеется в виду, какие территории Евросоюз считает спорными, это первый вопрос. И второй вопрос не кажется, как вы считаете, вот эти попытки нарушить перемирие, они устраиваются силами местной, это местная инициатива, или они поддерживаются руководством страны, Армении, я имею в виду? Ну, во-первых, Евросоюз ничего подобного не говорил, это говорит Пашиня. То есть он предлагает, чтобы Азербайджан отступил от линии границы, которая, в общем, существовала, она называлась в это время административной. Сейчас она принята после того, как все подписали Алматинскую декларацию, когда распускали СССР, что бывшие административные границы, которые существовали между союзными республиками, становятся государственными. Они теперь хотят, чтобы армяне, из-за того, что они оккупировали весь Карабах, у них там никогда не было пограничной системы. Азербайджан вышел на свою границу и развертывает пограничные пункты, там, все, что необходимо делать на границе. У армян нет возможности, они не в состоянии даже охранять собственную границу. Их границ с Турцией и с Ираном охраняют российские пограничники. Если вы прилетите на самолете в Ереван, в аэропорту вас встречать будут не армянские пограничники, а российские пограничники. Вот они теперь хотят, чтобы их границу охраняли российские пограничники, а Азербайджан от своей линии свою границу не охранял и отошел. И армяне, как привыкли раньше, пасти скот на нашей территории, пользоваться, вырубать наш лес. Что хотят делать? Ну, чтобы они не видели азербайджанских пограничников. Почему? Вопрос заключается в том, что они заявляют о том, что вот та, значит, азербайджанская деревня Керки, они ее сейчас переименовали, она находится на дороге, через которую осуществляется коммуникация Еревана с южными своими территориями. И, мол, они в силу стратегических вопросов не могут этой деревне уступить. Ну, вообще-то порядок такой, что начинают переговоры по делимитации границы. Да, есть та граница, которая в советское время была установлена. Но это не означает, что стороны не могут на основе компромиссов осуществлять какие-то размены территории для того, чтобы это было... Ну, отвечать, ну, это должен быть равноценный размер с учетом, скажем так, ценности этой территории, значимости ее для сторон, компенсаций каких могут быть. Армяне этого не хотят. Они говорят, что все, что мы взяли, это наше. О вашем давайте мы будем разговаривать. Конечно, этого не будет. И второй вопрос. У них развалилась армия, у них нет больше вооруженных сил. А во-вторых, конечно же, у него задача, нагнетая напряженность, опять заявить о том, что армяно-азербайджанские отношения, значит, конфликт остается, что минская группа должна выходить, опять заниматься каким-то карабахским урегулированием, которое мы закрыли, этот вопрос. И для того, чтобы так или иначе, значит, попытаться вытащить собственную переговорную повестку в армяно-азербайджанские отношения. Хотя Азербайджан сделал конкретное предложение. Давайте заключать мирный договор и выстраивать нормальные международные отношения на основе взаимного признания территориальной целостности, границ и не вмешательства вовнутренних делах. Пожалуйста, продолжай. Ты столько не был, я тебе даю отыграться. Спасибо. Вопрос. Мне казалось, что в Армении преобладают все-таки параженческие настроения, да, такие капитулянские. И результаты выборов об этом, как бы, довольно красноречиво говорили, выборов президента Армении. Ты имеешь в виду, что Армении выбрали Пашиняна, потому что это партия мира, да? Да, да, я это имею в виду. Для чего же, если Пашиняна поддерживает вот эту партию мира, как сформулировал Давид, для чего же ему тогда нагнетать обстановку, которая может опять, которая может в теории сорваться снова в большой конфликт, в котором однозначно и понятно, Азербайджан победит, как вы говорите, в три дня, может в пять, может в один. Я тут не буду словить. Украину сейчас в 44. Ну, думаю, что быстрее, но не в этом дело. Но зачем ему тогда это нужно? Это может лишиться последнего. Нет, Александр, тут, в общем, идет вопрос такой, что, ну, Карабах, они понимали, что даже Россия, при всем том, что она была официальным союзником Армении, у нее не было никаких международных правовых оснований, ну, вступать в войну на стороне Армении. И на все обращения Армении Пашиняна, ну, и Путин, и министры иностранных дел заявляли о том, что Карабах – международный признанная территорией Азербайджана. Никто его никогда никаким независимым не признавал, включая и Армению, и Россия вмешаться в этот конфликт на стороне Армении не может. А вот, мол, коль это будет касаться территории самой Армении, да, Россия, как говорится, выполнит свой союзный честный долг. Хотя и это тоже были все слова, потому что, ну, в ходе войны и накануне ее Россия осуществила военные поставки Армении практически без оплаты, что даже кредитных соглашений не были подписаны. Более чем на один миллиард долларов. Это многократно больше, чем то, что поставила нам Турция, причем за наши деньги. Но, тем не менее, непосредственно, как бы, Россия в войну на стороне Армении не вмешалась. Ну, у Пашиняна есть и люди, что если конфликт будет на линии границы, за нее вступится и Россия, и, значит, Франция, и даже Иран, который заявлял о том, что он не допустит изменения границ. Ну, в данном случае имеется в виду, что если будет, так называемый, Зангизур пробит азербайджанскими войсками и соединится с Нахичианью, основная территория Азербайджана, что, мол, Иран это не позволит, тоже не останется стороной. Вот суть всех, скажем, плясок, которые устраиваются в Армении, авантюрных. Они могут опять для них плохо закончиться. Потому что не надо забывать, что Россия все-таки далеко, а уж Франции-то вообще зайти в регион. Я не представляю, как она может сюда зайти. Ей просто неоткуда заходить в этот идиот. А Турция и Азербайджан рядом. Ну, так получается, что Пасинян довольно по-идиотски себя ведет. Он провоцирует конфликт... Так что, не было неизвестно, он же идиот. Это же написано у него на лице. Ну, давайте не будем. Я все-таки остановлюсь на своей формулировке, что он ведет себя по-идиотски. А там кто на самом деле, неизвестно. И, может быть, за этим кроется какой-то глубокий расчет. То есть, он специально провоцирует конфликт, который для него в любом случае, вот если смотреть невооруженным взглядом, закончится плохо для него и для Армении. И понятно, что тем самым он подставляет и Россию, он подставляет и своих союзников, которые, может быть, не хотят подставляться. Ну, никто, может быть, кроме Ирана не хочет этой войны, не знаю. Хотя и Иран сегодня не хочет. Хотя и в Иране. Ну, он же все-таки политик, стратег. Неужели он мыслит какими-то дворовыми понятиями, что вот пойду, как бы, держите меня с темера? Александр, в общем, то не приятную формулировку, которую я использовал, она ведь, в общем, наиболее тиражируемая в армянских СМИ. Я ее просто повторил. Ну, а что разве, когда начинался карабахский конфликт с провокацией армянских? Там не был понятен и баланс сил, и чем это все может аукнуться. Ну, а там была бы заблодала такая, значит, мысль, что лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Что начнется война, и мы опять выиграем. О чем основывалось эти его представления, когда все это дело закручивалось? Непонятно. И это сегодня все, ну, более-менее опытные армянские политики ему бы вставляют в качестве упрека. Ну, видимо, у него большая способность наступать даже на одни и те же грабли. Ну, посмотрим, чем это все для него обернется. Я прошу прощения. Во-первых, я хочу сказать, что об умственных способностях Пашиняна на нашем канале лучше всего говорит Яша Кедми, и давайте не будем нарушать его монополию. Это первое. Да, это его приогатим. Это первое. Вторая вещь по поводу поведения. Ну, когда я обычно спрашиваю армянских собеседников в этой программе, я все время удивляюсь. Ну, вот Армения же сегодня больше всего заинтересована в мире. Больше всего заинтересована в мире, да? То есть для нее это просто вопрос выживания и экономического, и государственного и так далее. Но вот Никол Пашинян говорит, что мы готовы к переговорам о мире, мы хотим переговоров о мире, а вот Азербайджан их блокирует. Кто блокирует, почему, как это происходит? Понимаете, ну, у него весьма своеобразное представление о том, каким должен быть мир. Мне кажется, что он даже глобус видит. Это армянский глобус. Это армянский мир. Это все, что он предлагает, это очень глубокая мысль, самая гуманистичная. А вот все кругом варвары и в непонятке какой-то. То есть он к рациональному диалогу, я думаю, что просто ну или не способен, или пока еще не обучился. И, ну, есть вещи, которые необходимо реалистично обсуждать. Азербайджан говорит, что мы договорились. Здесь Азербайджан, например, согласился на то, чтобы ту часть, где еще остаются карабахские армяне, имели бы свободный проход через Лачин, так называемый Лачинский коридор. Его охраняют российские миротворцы. Значит, Азербайджан на этом коридоре не осуществляет ни таможенного, ни пограничного контроля. Они проходят свободно. Азербайджан говорит, что между двумя частями Азербайджана, это Нахачевань и, ну, основная территория, должен быть транспортный коридор. Он был в советское время. Что его необходимо восстановить, и у него должны быть такие же примерно, ну, скажем, режим. Что имеется в виду? Что безопасность, его безопасность, в принципе, по соглашению должны обеспечить российские пограничники. И что на этой участке он имеет длину 40 километров. Должен быть такой же режим. То есть, ну, азербайджанец с одной части, на которую на другой переход, не должен подвергаться таможенным и пограничным процедурам со стороны Армении. Кстати, такой же режим существует между Калининградской областью, которая, значит, ну, через Литву проходит, и Россией. И в этом нашем азербайджанском предложении нет ничего такого. Нет, говорит, никакого этого коридора не будет. А транспорт давайте откроем через Грузию. Почему через Грузию Азербайджан должен осуществлять перевозку вместо 40 километров, которые разделяет Нахичевань и Азербайджан, основную территорию, он должен осуществлять эти перевозки 700 или, там, я не знаю, 650 километров? Потому что это хочется Пашиняну? Нет, конечно. И есть и другие такие. Почему граница должна быть определяться так, как этого хочется Пашиняну? И ему кажется, что если, когда он это предлагает, это мирный договор. Я еще раз повторяю, этот человек не в состоянии адекватно и реалистично оценивать ни себя, ни свою страну, ни географию, в которой она находится, ни того, что, скажем, того, что, ну, сил за теми притязаниями, с которыми выступает Армения, просто нет. Ну, я еще раз повторяю, я надеюсь, что все же его будут вразумлять более опытные политики, а не так, как это делает сейчас Макрон, который провалился полностью во Франции, провалился в Ливане, провалился в Ливане, провалился в Африке. И он пытается лезть в регионы какие-то здесь делать предложения, с какими-то инициативами выступать. Я знаю, что Израиль посылал несколько раз французам, когда они своими глупостями пытались вмешиваться в ближневосточные дела или в палестинские проблемы. Ну, я думаю, что Азербайджан поступит примерно так же, как поступает Израиль и покажет французам, что идите, занимайтесь своей африканской песочницей. У меня последний вопрос, потом если... Матри, Расим, вы сказали, непонятно, почему они так себя вели и перед войной, мне непонятно, почему у них были такие расчеты. Мне, например, понятно, потому что я много раз говорил перед войной и с армянскими чиновниками, и с армянскими политиками, и с армянскими военными разного уровня. И у всех было... Ну, вот, все исходили из прошлой войны. Вот, прошлая война, и поэтому у всех было, в принципе, очень презрительное отношение к противнику. Ну, примерно, цитирую одного... Принепрезрительное, да. Принепрезрительное, принепрезрительное. Цитирую одного армянского военного, который сказал, они будут идти как бараны, а мы будем их резать. Резать, и так далее. Ну, и получили. Да. Вопрос, не срадает ли сегодня этим Азербайджан? То есть, с Арменией все более-менее понятно. Но из Азербайджана доносятся такие вещи, которые явно не способствуют миру. Там, и Еревань будет наш, и это будет наше, и то будет наше. То есть, у нас еще дополнительный вот такой список требований. Может быть, сегодня вы исходите из предыдущей войны и повторяете армянскую ошибку? Нет, Давид, вопрос заключается в чем? Что мы говорим, если Армения не признает территориальную целостность Азербайджана и какие-то притязания на Азербайджанскую территорию, ну, есть оккупированные эксклавы азербайджанские, и есть еще и наглые притязания на Карабах, то Армения должна быть готова, потому что и Азербайджан не будет признавать территориальную целостность Армении. И у нас не менее обоснованные претензии есть на Зенгизур, откуда были изглавлены азербайджанцы, на то, что в начале века, когда Азербайджан уступил Армении и Ереван в качестве столицы, большая часть населения Еревана состояла из азербайджанцев. Что если вы не признаете нашу границу, то будьте готовы к тому, что Азербайджан не будет признавать вашу границу. Если вы не признаете нашу территориальную целостность, будьте готовы, что и Азербайджан не признает территориальную целостность. И если вы будете в переговорную повестку вносить подобного рода вопросы, то они будут звучать обоюдоостро, а не односторонние. И не будет никаких переговоров вокруг притязаний армян. Если уж будут рассматриваться притязания, они будут обоюдными. Вот весь разговор. Но в принципе, я еще раз повторяю, Азербайджан ведь даже сегодня не говорит о том, что за гнижур мы вернем и присоединим к Азербайджану. Мы говорим, что если армяне настаивают на возвращении армян на территорию Азербайджана, то до этого они должны признать право азербайджанцев вернуться на территорию Армении. Это не может быть односторонне. Армяне живут в Азербайджане, а из Армении всех азербайджанцев изгнать. Расим, завершая программу, по скале от одного до десяти, какова вероятность нового большого вооруженного противостояния между Ереваном и Баку? Большого вооруженного противостояния, я думаю, что близкое к нулю. Но то, что Азербайджан, если Армении будут упорствовать в том, чтобы сохранить контроль над азербайджанскими эксклавами, Азербайджан в состоянии провести короткую военную операцию и установить свой контроль над азербайджанскими эксклавами, которые до сих пор Армении незаконно продолжают удерживать. Но это совершенно не наш выбор. И я не думаю, что и армяне, и эти страны, которые покровительствуют Армении, позволят армянам довести ситуацию до подобного рода действий. Спасибо. Спасибо большое. Было здорово, интересно. С вами была программа «Азия. Большая игра». Ее ведущий Александр Ронкин и Давид Эдельман. А с нами сегодня в гостях по скайпу был наш постоянный собеседник, депутат азербайджанского парламента Арасимус Абеков. До свидания.